Что напоминают куклы Марины Васильевой? Этот вопрос сразу возникает в голове, как только ты попадаешь на эту выставку. Да, это же фотография. Фотография настолько живая, непостановочная, что кажется, что бабушка сейчас встанет со стула, чтобы разлить ароматный чай, а девушка весело рассмеется и побежит собирать букет. Такой эффект достигается тем, что все куклы сделаны в масштабе 1 к 5 и анатомически выверены. Изначально еще была мысль такая, что куклы должны выйти из-за стекла. То есть люди, которые приходят сюда, они все-таки чувствуют себя немножко в музее. Ну не немножко в музее, а абсолютно в музее. То есть все это за стеклом, все это нельзя трогать. Но когда вдруг выскакивает вот такой вот заяц и начинает ползать по плечу у кого-нибудь, то есть вот он здоровается. Да, здравствуй, Светочка, я очень рад тебя видеть. Куклы-марионетки появились в коллекции Марины Васильевой 7 лет назад. Можно сказать, что здесь большую роль сыграл его величество случай. Марионетки появились только потому, что вот вдруг это слово стало всплывать с навязчивым постоянством. Я начала искать материалы по марионеткам, именно по глиняным марионеткам. Я начала копать в этом направлении, и как выяснилось, что именно глиняные марионетки в последний раз делали древние греки. На родине Гомера зародилось это искусство создания движущихся кукол из глины. Но через несколько столетий там же и пришло в упадок. Марионеток стали делать из дерева. Так случилось, что кирилловская художница возродила древнегреческое искусство. Первая марионетка в ее коллекции – маленький котик. Очень веселый, очень, очень веселый, всегда радует публику. То есть он у меня здесь работает, что называется. А вот и еще один герой – разухабистый мишка-медведь. А вот этот мальчик носит самое распространенное в Кириллове имя – Кирюша. А звуку славянскую придумали Кирилл и Мефодий. И кроме того, у нас Кирилловский монастырь, Кирилл и Белодерский монастырь. Это разные Кириллы. Ну и вот еще один Кирюша, вот такой вот, который рассказывает историю русской письменности. Вы думаете, кому? Кириллу, своему другу из Италии никто мне не подскажет, кто это. Ну, конечно, ну, конечно. Именно Буратино ведь продал свою азбуку, он продал, да? А Кирюша свою азбуку, он хранит там в портфеле. Этот Кирюша – полноправный музейный работник. Он помогает Марине вести уроки каллиграфии для детей. Параллельно я рассказываю про историю нашей письменности. И потом, когда вот все это заканчивается, то есть я уже рассказала и про Кирилла, и про Мефодия, два брата, которые придумали. И в конце я спрашиваю, ну что, ребята, а возраст – детский сад. Я говорю, ну что, кто придумал русскую азбуку тысячи лет назад? Молчание. И вдруг они спрашивают, вы? Смех смехом, а сделать так, чтобы зритель забыл, что перед ним кукла – настоящее искусство. Конечно, я не удержалась и прошла курс по управлению марионеткой. Оказалось, все не так сложно. Например, с помощью этой пластиночки можно управлять зайчиком, он будет качать головой. А вот эта ниточка позволяет ему плясать. А теперь он вам говорит «Привет». Так случилось, что и мы внесли свой скромный вклад в кукольное дело. Нет, конечно, марионеток мы не делали. Слишком сложный и продолжительный по премии процесс. Марина нам доверила дать имя этому мальчугану. И теперь в Кирилловском музее будет жить Митюнюшка, наш крестник. Светлана Валивач, Анатолий Холин. Новости.